здравствуйте продолжаем наши практические встречи начинаем с разминки разминка в этот раз будет у нас двойная мы будем с вами считать шагом минус 3 от 80 и одновременно делать упражнения руками двумя руками сразу если вам нужно вы можете поставить экран на паузу чтобы у вас была возможность закончить данную разминку до конца дорогие друзья сейчас делаем традиционное упражнение с руками и так ладошка кулачок кулачок ладошка ладошка кулачок кулачок ладошка и так мы сделаем с вами 20 раз каждое упражнение далее переворачиваем одна ладошка вверх другая вниз и опять переворачиваем и так 20 раз каждое упражнение если вам нужно вы можете поставить экран на паузу и сделать самостоятельно далее два пальчика и 4 4 2 2 4 4 2 2 4 и таких упражнений тоже мы делаем с вами 20 раз замечательно далее по традиции мы переходим цветной таблицы мы называем цвет которым написано слово чтобы закончить до конца это упражнение поставьте на паузу видео и закончить до конца желательное время выполнения таблицы примерно 1 полторы минуты 2 2 5 1 2 1 2 4 Для сегодняшнего нашего занятия мы используем новый материал, это спички. Спички я вам рекомендую брать левой рукой, то есть не рабочей рукой. Если вы правша, берем спички левой рукой, если вы левша, то берем спички правой рукой, то есть рука должна быть не рабочая. И с помощью спичек составьте, пожалуйста, данные предметы, по которой вы видите на экране. Причем сначала я попрошу вас запомнить эти предметы. Запомнили? Сейчас закрою листом и попробуйте самостоятельно воспроизвести предметы, которые вы видели, сделаны были из спичек. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас затейливое упражнение математическое. Вы видите загадку, задачку. Попробуйте решить, сколько же получится ответ, какой ответ в последней строчке. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, сейчас немножко мы поработаем с вами с ассоциациями, с вашими персональными ассоциациями. Берем слово праздничный. С чем у вас ассоциируется данное слово? Какие атрибуты, предметы, настроения, действия у вас ассоциируются со словом праздничный? Попробуйте, пожалуйста, назвать. Если есть желание, даже записать. Итак, у вас получилось немножко назвать, написать. Что-то у вас ассоциируется со словом праздничный. Сейчас, пожалуйста, запишите само слово праздничный и посмотрите, сколько много там букв. И составьте, пожалуйста, из данных букв новые, другие слова. Это упражнение вы можете продолжить делать даже после окончания нашей с вами видео встречи. Дорогие друзья, видите, буквы, которые в этом слове? Желательно использовать только буквы, которые входят в это слово. Если не получается, добавьте любые другие буквы и составьте максимально длинные слова с использованием этих букв. творческих успехов. Дорогие друзья, мы сейчас с вами позанимаемся таким творческим занятием, как рисование одновременно двумя руками. Одна рука рисует одну букву, другая рука рисует другую букву. Попробуйте. У вас получится не хуже, чем у меня. И так далее. Итак, мы рисуем шесть букв. Сейчас немножко посчитаем. Я вам буду называть цифры и действия, которые нужно сделать. Считаем устно, вслух. 18 минус 4. 9 плюс 2. 120 уменьшите на 8. 19 прибавьте 6. 10 увеличьте на 2. 15 увеличьте в 3 раза. 4 плюс 8. 12 минус 3. 7 плюс 7. 6 плюс 5. 9 минус 6. 11 плюс 11. 12 плюс 11. Спасибо большое вам за счет. Надеюсь, темп был не очень быстрый. В завершение мы с вами пройдемся по таблице с цифрами. Ваша задача за одну минуту, у кого получится, найти все цифры по порядку от 1 до 25. И от 25 до 1, еще за одну минуту. Если вам нужно больше времени, поставьте на паузу и сделайте упражнение до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь домашнее задание. Мы с вами уже делали подобное задание, когда мы вспоминали наш день от вечера до утра, то есть в обратном порядке, в хронологическом. А сейчас давайте попробуем вспомнить нас позавчерашний день. С вечера до утра. В каком порядке? Что делал? Всего доброго, хороших ярких впечатлений и воспоминаний.